Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать об одном из самых востребованных и мощных инструментов Lightroom, которые я использую в своей обработке. Это инструменты локальной коррекции. И как следует из названия, главная сила этих инструментов заключается в том, что они позволяют нам выполнить изменения не на всем кадре, а выборочно, то есть воздействовать на те участки, которые нас интересуют. И чтобы было понятней, о чем идет речь, я покажу работу инструментов на примере этой фотографии. Итак, поехали! В Lightroom существует три типа локальной коррекции. Градиентный фильтр, радиальный фильтр и корректирующая кисть. Кисть я использую редко. Как правило, мне хватает возможностей первых двух инструментов. Именно их я и буду использовать в своем примере. Я думаю, многие из вас узнали это место. Турция, Каппадокия, раннее утро. Итак, приступим к обработке. В первую очередь я иду в кладку Basic и слегка откорректируем светотени общей картинки. Также я хочу сдвинуть баланс белого в теплые тона. Это утро, примерно час до рассвета, но солнце уже бьет мягким светом из-за гор. Поэтому картинка, на мой взгляд, должна быть теплее. На этом коррекцию в разделе Basic мы закончили. Этот этап обработки я сохраняю в Snapshot. Называем его Basic. Теперь переходим к градиентному фильтру. С помощью этого инструмента я хочу наложить несколько градиентных фильтров на нижнюю часть кадра, чтобы высветлить тени, а также добавить детализации движком Clarity. В итоге мы применили первый градиент, с помощью которого вытянули тени, высветлив темные участки в нижней части кадра. Чтобы увидеть область применения фильтра, нажимаем клавишу O. Зеленым цветом отображается та часть кадра, где применяется воздействие фильтра. Без фильтра, с этим фильтром. Нажимаем клавишу H, чтобы скрыть этот фильтр. Теперь я накладываю второй градиентный фильтр. В итоге я вернул провальные тени, которые получились в результате применения первого градиента. А также сделал оттенок чуть зеленоватым. Но сейчас меня не устраивает то, что фильтр был применен ко всей части выделенной области. Нажимая клавишу O, мы видим область воздействия. Я хочу, чтобы эти настройки применялись только к самым темным участкам. Чтобы это сделать, я воспользуюсь дополнительной настройкой, которая называется маски. Это очень удобный инструмент, который позволяет тонко и точно выделять те области кадра, на которые нам необходимо произвести воздействие. Находится он в нижней части настроек. Выбираем Range Mask, диапазон маски. Есть две настройки маски. По цвету и по яркости. В данном случае мы выбираем настройку по яркости. Чтобы увидеть маску, нажимаем вот эту галочку. Сейчас красным цветом показана область применения градиента. С помощью ползунка Range мы можем менять воздействие маски, выбирая или светлые области, или темные. За светлые области отвечает левая часть ползунка. Уводя в правую сторону, мы видим, что воздействие фильтра ложится только в светлых частях выделенной области. Там, где темные участки, фильтр не применяется. Уводя правый ползунок, который отвечает за темные области, мы наоборот меняем воздействие фильтра только в темных участках. Это как раз то, что нам сейчас и нужно. Убираем показать маску. И видим, что воздействие второго градиента влияет только на темные области. С помощью третьего фильтра я хочу затемнить самую нижнюю часть, уводя ее в тень. Нажимаем клавишу O. Видим область воздействия. Только самая нижняя часть. На данном этапе с обработкой нижней части кадра я закончил. Делаю снэпшот. Итак, теперь я приступаю к обработке неба. Сейчас я хочу притемнить небо, а также сдвинуть баланс белого в холодные тона. В итоге у меня получились такие настройки. Я затемнил экспожер, добавил highlights, чтобы небо сделать более светящимся. Притемнил его с помощью whites. Изменил баланс белого, разделив розовые облака и холодные оттенки неба. Беру второй градиент и затемняю левый верхний угол кадра. В итоге у меня получились такие настройки. Притемнил верхнюю часть угла. А также сдвинул оттенок в сторону фиолетового. Следующим шагом я хочу подчеркнуть облака на небе, сделать их ярче, насыщенней, а также изменить цветовой тон. Вновь накладываю градиентный фильтр. Увеличиваю насыщенность. Как мы видим, у меня изменилось все небо. Для того, чтобы эти воздействия были только в области облаков, я применяю маску. На этот раз я применяю маску по цвету. Чтобы указать цвет донор, выбираем пипетку и указываем на облаках. Мы видим, что теперь наши изменения касаются только тех областей на небе, которые содержат цвет донор. Чтобы менять диапазон маски по цвету, используем движок Amount. Кроме того, я применяю еще одну интересную настройку. Называется «Тонирование по цвету» выбранной области. Выбираем значение Color в нижней части настроек. И указываем цвет для тонирования. Пожалуй, так будет достаточно. Закрываю настройки. Делаю снэпшот. В принципе, с помощью только одного инструмента локальной коррекции, градиентного фильтра, мы уже базово обработали фотографию. Давайте взглянем на нее до применения градиентного фильтра и после. Разница очевидна. Для базовой коррекции этих настроек, в принципе, достаточно. Мы сбалансировали светотени, подтянули детали в долине с шарами. Отредактировали небо, подчеркнув розовые рассветные облака, гармонично сочетающиеся с темно-синим небом. Но мне этого недостаточно. Я хочу добавить вишенку на торте, расставив дополнительные акценты, чтобы сделать фотографию более привлекательной. Что я имею в виду? Давайте посмотрим. Во-первых, я хочу усилить свет в огнях шаров и сделать это проще все теми же инструментами локальной коррекции. Но на этот раз я применю радиальный фильтр. Заходим в радиальный фильтр и накладываем на область воздействия. Затем я этот градиент дублирую и переношу на второй шар. В итоге у меня получилось 4 радиальных фильтра. Давайте посмотрим до и после. Свет от огней в шарах стал ярче. Беру еще один радиальный фильтр и накладываю в нижней части ближайшего шара. Таким образом подчеркиваю освещение внизу под шаром. Следующим шагом я хочу усилить зарево от восходящего солнца в этой области. Создаю новый радиальный фильтр. Создаю второй радиальный фильтр. Накладываю в центральную часть высветленной области. Продолжение следует... С этим я закончил. В финальном этапе я хочу проработать летящий шар, сделать его немного светлей и добавить деталей. Чтобы коррекция применялась только к шару, опять применяю маску по яркости. Отмечаю показать маску. И в заключении я слегка усилю Clarity на общей картинке. Сохраняю финал в Snapshot. На этом все. Давайте взглянем, как выглядела наша фотография до применения инструментов локальной коррекции. И как она выглядит сейчас. Вся эта фотография обработана с помощью только двух инструментов. Градиентного фильтра и радиального фильтра. Также я предлагаю для самостоятельной практики скачать вам этот исходный файл в формате RAW. Ссылка в описании. И в качестве бонуса я добавлю шпаргалку с горячими клавишами инструментов локальной коррекции. На этом все, друзья. Если видео было вам полезно, ставьте лайк. А также не забывайте подписываться. Впереди нас ждет еще много полезного и интересного. Субтитры сделал DimaTorzok